МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Иммуномодуляторы", лекарственные средства, которые взаимодействуют с клетками иммунной системы, нередко многие назначают себе сами для профилактики вирусов простуды. Врачи-иммунологи против бесконтрольной стимуляции иммунитета. Бесконтрольный приём тех же самых иммуномодуляторов впоследствии может привести к развитию аутоиммунных реакций. Ведь мы же не назначаем сами себе гормоны, не назначаем сами себе антибиотики в тяжёлых случаях. Поэтому к иммуномодуляторам надо относиться очень серьёзно и лучше проконсультироваться со специалистом. Иммуномодуляторы назначаются курсом, это небольшой курс, так, как прописано в лекарственных препаратах, до 10 дней, до 15. Но ни в коем случае это ни месяц, ни два месяца, ни на весь период, зимний период. Точно так же, как витамины нельзя принимать постоянно. Какая-то курсовая длительность до 10-15 дней. Для профилактики респираторных вирусных инфекций мы пока коснёмся с вами именно респираторной вирусной инфекции, не грипп. Есть общепринятые меры. Это мытьё рук, это можно обрабатывать преддверие носа мазями, которые содержат интерфероны, это промывать нос, это полноценное питание, использование витаминных препаратов. Но именно иммуномодуляторы для профилактики, их можно использовать, но коротким курсом, не на весь период респираторных вирусных инфекций. Тем более, что когда температура воздуха достаточно низкая, больше минус 15, и заболеваемость немножечко будет пониже. Продолжение следует... Продолжение следует...